Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Хочу, чтобы ты знала, ты всегда и вовсю можешь на меня положиться Хорошо, спасибо Дима, я пойду ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Да. Да, я все понимаю. Дайте мне немного времени. Но вы и так повысили проценты. Да, хорошо. Я обещаю, я обещаю, что через месяц я справлюсь. Да. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Твою мать! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Давно ждешь? Только что пришел. Пошли. Разговор не с тобой. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Что с арендой? Отложили решение вопроса на три месяца, Михаил Антонович. По-моему, они другие участки подыскивают. Без разрешения Елизаветы Глебовны мы… Ну, что я могу сделать, если такой порядок? А ты пороскинь мозгами. Михаил Антонович, ну вы же знаете, я для вас горы свернул. Слушай, Витя, это я твои отчеты по филиалу в полглаза читаю. А если она решит за дело взяться, то… А что она решит? А почему нет? Рисунки на свои забросила, заниматься и чем-то хочется. Витя, думай… Думай… Что нам с ней делать? Ну, если я вас правильно понимаю, Михаил Антонович… Думайся… Я же не знаю. Ты же беспятил. Я на моей жене. Тихо… Слушай, сюда. Мы должны отправить её. в уютное, тихое, уединенное место, в какой-нибудь санаторий, где бы она смогла отдохнуть под присмотром профессиональных врачей. Дур-дур! Так, найдешь мне хорошего психиатра, чтобы он все это оформил документально и назначил ей долгое, правильное лечение. Есть такое? Поищем. Поторопись. Сделай. Давай работать. ТИГНАЛИЗА 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 Алло? Что? Я сейчас буду. Да-да-да, конечно, сейчас буду! ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Елизавета Глебовна, наверху, там врач. Что с ним? Все хорошо. Что с моим сыном? Ничего, ничего, ничего. Все обошлось, вы не волнуйтесь. Приступ мы экупировали. До аллергического шока не дошло. Хотя риск был велик. Миша, что случилось? Елизавета Глебовна, Лизочка, я ума не приложу, как это могло? Вы можете объяснить, что произошло нормально? Это реакция на лактозу. Видимо, в каше было молоко. Лизочка, я не понимаю, я делала все, как обычно. Лизочка, я не могла перепутать, я... Подождите меня внизу. Он поспит до утра, а утром я советую пригласить лечащего врача. Хорошо. Рецидив маловероятен, но осторожность не помешает. До свидания. Спасибо вам огромное. Спасибо. До свидания. Я вас провожу. Вы уволены. Немедленно покиньте мой дом. Михаил Антонович! Кто это грижит? Кто это? Давай сюда. Давай. Давай. Аккуратней. Раз. Раз. А? Ой, давай, давай. Алло. Да, здравствуйте. Это я. Я назначала? Матвеюшку, аккуратно. Не помню. А это срочно? Да, хорошо. Я сейчас подъеду. Хорошо. Да, да. Все, до свидания. Матвеюшка, мы с тобой в центр поедем. Пойдем. Давай, давай. Вот так. Здравствуйте. Здравствуйте еще раз. Вы извините, я буду с ребенком. Вы нам как раз позвонили, когда мы гуляли? Так. Аккуратненько. Светлана Петровна, я вас хотела спросить. Вы не могли бы мне напомнить, когда я позвонила вам и сказала, что я сегодня к вам заеду? А звонил Михаил Антонович по вашему поручению. Это было позавчера. Позавчера. И Сергей Сергеевич назначил встречу с клиентами на сегодняшний вечер. Не могли бы вы подписать вот здесь и вот здесь? Подождите, я это уже подписывала. Лизавета Глебовна, вы ошибаетесь. Вы не подписывали этого. Как? Ну, я же помню. Ладно, извините, пожалуйста. Лизавета Глебовна, хорошо, что вы еще здесь. Петь, вы ещё один лист не подписали. Это всего одна секунда. Где? Вот здесь. Спасибо. Матвей. Матвей. Где мой сын? Что случилось? Матвей, мой сын пропал. Он только что был здесь. Господи. А откуда пропал? Вам что, позвонили? Откуда вы это узнали? Мой сын пропал. Он только что был здесь, когда я там подходила. Нужно позвонить в милицию. А давайте сначала позвоним вашему мужу. Миша, 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 Матвей пропал. Я не знаю, как это произошло. Я буквально отошла на секунду, а он исчез. Он пропал. Миша, 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 Миша. Миша, 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 Миша. Как дома? Вы в состоянии вести машину? Что? Извините, да, все хорошо. Давай быстрее. Ну? Матвей, Матвеюшка, хороший мой. С тобой все в порядке? Тихо, тихо, тихо. Хороший мой. Что-то случилось? Что? Ты документы наподряд подписала? Я подписала, конечно, да. Как вы с Матвеем здесь оказались. Ты же сама попросила меня погулять с ним, пока ты будешь нотариусом. Завтра будем смотреть на мою няню. Мне кажется, это важно. Матвеем. 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 Что? Матвеем. 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 Да, конечно. Спасибо. Матвеем. Я все поняла, Лиза. Так, издалека помочь тебе очень сложно. Лиза, ну, насильно в храм тебя никто не поведет. Ты знаешь, я ведь не только твоя крестная, но еще и тетя твоя. Позволь мне хотя бы в этом качестве помочь тебе. У меня есть хороший, очень хороший врач. Я с ним созвонюсь и обязательно попрошу его, чтобы он тебя проконсультировал как можно быстрее. Ладно. Хорошо. Спасибо большое. Не надо благодарить, да. Лиза, знай, я тебя всегда жду. До свидания, матушка. С Богом. Ну, с Богом. Хорошо. Мы можем поговорить? Да. Лиза, прости меня. У меня оказалось очень непросто принять нашу ситуацию. Но я стараюсь, делаю все возможное. Я понимаю, что у тебя есть поводы для обид, но надеюсь, что мы поймем друг друга. Я тебя умоляю. Позволь мне помочь тебе. Пожалуйста, обратись к врачу. Мне кажется, что чем быстрее ты это сделаешь, тем лучше. Если хочешь, я найду лучшего специалиста. Это будет все анонимно. Нам всем это нужно. Пожалуйста, хотя бы пообещай мне, что подумаешь. Я обещаю. Мам, привет. Привет. А папа дома? Нет. Я дома. Ну, ты всегда дома. А он когда будет? Скоро. Но очень хорошо, что папы нет дома. Потому что я хотела бы с тобой поговорить. А о чем? О тебе. Мы что, ждем кого-то? Да. Папа позвонил. Сказал, что придется к каким-то иностранным гостям. Просил принять с полным радушием. Я сварила кофе. Хочешь? Немецкий? Французский. А я варю в джазве. И с корицей. А ты у нас все делаешь? Лучше всех. Правда? Ну, мам, ну что это? Ничего. Ни-че-го. Мам, я тебя не понимаю. А я тебя? Сколько можно? Тянуть деньги из отца. У тебя теперь есть свой муж? Мам, ты знаешь, Андрей, Нобелевка светит. Светит. Но не греет. Таким, как твой Андрей, никогда не дают премии. Он может работать за троих. А премию получит тот, кто лучше разбирается в жизни. Но не в науке. Я тебе уже говорила об этом. Но ты у нас умнее всех? Ну, Андрей же разбирается в науке. Я разбираюсь в жизни. Вот разбирайся. А пока разбираешься, будь любезна. Живи по средствам. Мам, что случилось? Ничего. Подумаешь, наш с папой отпуск откладывается на неопределенный срок. Ну, ладно, я. Об отце. Ты подумал? Мам. Ну, мам. Не надо. Не надо! Да, родители должны помогать, я согласна. Но сидеть на шее. Хорошо, ты родная кровь. А твой муженек. Нобелевский лауреат. Скажите, пожалуйста. То, что отец половин, две трети заработанного за месяц отдает вам, это как? Мам, я постараюсь исправить ситуацию. В конце концов, работать пойду. А зачем ты выходила замуж, если ты пойдешь работать? Если ты не хочешь с ним разговаривать, я сделаю это со мной. Он должен, он обязан о тебе заботиться, если он мужчина. А мы, мы не можем больше давать вам деньги. И не будем. Слышишь? Не будем. Я больше ни копейки вам не дам. И отцу скажу, и он меня послушает. Мам, пожалуйста. Ну, потерпи еще немного. Потерпеть? А ты знаешь, сколько я терпела? У меня только-только жизнь началась. Ты еще молодая, у тебя все впереди. Откуда ты знаешь, сколько нам с отцом осталось? Мам, ну ты что? Ты молодая, ты красивая. Да нас все за сестер принимают. Мы в прошлый раз с тобой, когда на Вернисаже гуляли. Помнишь, ко мне подружка подошла, Верка? Она потом сказала, а ты что, говорит, с сестрой, что ли, была? Сейчас придумал. Мам, ты с Андрушей не обсуждай эту тему, ладно? Я сама. А к весне я все разрулю. И мы поедем с тобой в Барселону. Гауди смотреть. Она здорово придумала. Не знаю. Не знаю. Ты уже на тебе остаешься? Останусь. Кто это? Папа. С иностранным гостем. Слушай, а как я выгляжу? Нормально. Ну, что нормально-то? Ну, как нормально? Господи! Осторожно, здесь вот эти штучки. Проходите. Привет, папа. Ты уже здесь? Мама где? Понятно. Господин Морган, позвольте вам представить, это моя дочь Ольга. Очень приятно. Это вам с мамой. Спасибо. Очень красиво. Привет. Привет. Хорошо выглядишь? Спасибо. А по тебе что-то этого не скажешь. Ты какой-то уставший стал, постаревший. Маша, хорош, а? Мне еще тридцати лет нет. Не надо себя так загонять, Андрей. Я очень ценю твою прямоту, но мы здесь собрались не для этого. Рассказывай, что у тебя случилось? Ничего хорошего. На работе что-то? Нет. На работе все в порядке, просто с Димой ничего не получается. Ну, ладно. Ты мне лучше скажи, почему мы перестали встречаться? Работа, времени нет, вот и… Работа. А давайте все вместе пойдем в ресторан, а? Помнишь? Помнишь, как раньше? Машка, ну я правда очень занят. Конечно. Правда. Ну, пожалуйста. Можешь для меня это сделать? Ну, хорошо. Когда? Скажите, Олга, вы располагаете еще временем? А вы мне хотите что-то предложить? Хочу. Не предложит ли нам этот прекрасный вечер где-нибудь в тихом ютном месте? С чашечкой кофе? Дружеская беседа? С удовольствием. Я даже знаю одно такое место. А ваш муж не будет против? Мой муж не будет против. Садитесь. Садитесь. Как у вас говорят, до ловца и звер бежит. Кто из нас двоих ловец, интересно? Мы оба ловца. Да так не бывает. Бывает. Если вы хорошо обдумаете мое предложение, выгоду получим и все. Так, давайте еще раз с самого начала. Но вы же хорошо понимаете, что тот, кто первый выпустит на рынке принципиально новый препарат от аллергии, будет иметь хорошую прибыль. Я думаю, очень хорошую. Наша фирма хотела бы иметь приоритет. Поэтому мы готовы полностью финансировать лабораторную работу вашего мужа. Насколько мне известно, средства, полученные по гранту, уже истрачены. И возникли проблемы. Вы хорошо проинформированы. Однако, кто девушку ужинает, тот ее и танцует. Простите, не понял. Ну, если вы финансируете этот проект, то и результаты вы тоже получаете. А нам что остается? Голая слава, без денег. Кто сказал без денег? Я, по крайней мере, так поняла. Вы же из-за этого с отцом не сошлись. Ваш отец патриот. Он хочет, чтобы препарат был русским. А миллионам больных, совершенно все равно, это русский препарат, или американский, или еще чей-то. И потом, в вашей стране вы не получите прибыль в полном объеме. Ну да. Ну, так что же? Предположим, мы же сейчас можем предположить всю штуку, правильно? Предположим, ваш муж решил сомнить место работы. Тогда наша фирма готова предоставить ему не только лабораторию, но и позаботиться, чтобы ничто не отвлекало его от научных исследований. Дом на побережье. Солидный счет в банке. Грин-карта. Потом гражданство. Вы хотите, чтобы я предала своего отца? Ольга, зачем же так? Я хочу обеспечить будущее вашего мужа. Ну и ваше, разумеется. Лиза! Лиза, подойди ко мне. Тебе не хорошо? Все нормально. Там новая няня пришла от Андроновых. Поговоришь с ней? А тебе как она? Солидный во всех отношениях. Пойдем? Пойдем. Матвежка, я сейчас вернусь. И ненадолго. Знакомьтесь. Нина, Елизавета Глебовна. Здравствуйте, Елизавета Глебовна. Здравствуйте. Можно просто Лиза? Очень приятно. Ну, я пошел. Миша, подожди. Ты не мог бы со мной съездить в одно место ненадолго? Конечно. Но вы пока пообщайтесь. Да. Спасибо. Ну что, посидим? Да, конечно. Михаил Антонович говорил вам, что наш сын аллергик? Да, конечно. Мы предварительно с ним все обсудили. Но подробных инструкций я жду от вас. А вы работали у Анны Андроновой, да? Да. Пока они не уехали в Англию. У них Тёма тоже страдает аллергией, поэтому у меня эта проблема знакома. Наша главная проблема — это еда. Потому что у нашего сына аллергия на лактозу. Что с вами? Ничего, все хорошо. Так вот, моему сыну нельзя употреблять продукты, которые содержат молоко. Угу. Машунь! Маш! Маш, я пришел! А, ты тут. Привет. Это тебя. В честь чего? Просто так. За то, что ты у меня такая хорошая. Машунь, я жутко проголодался. Котлеты остались? Есть идея получше. Поужинаю в ресторане. Отлично. Позвоню в Шанхай и закажу столик. Нет. Пошли к бегемоту. К бегемоту? Машунь, может, что-нибудь поцивильнее найдем? Странно. Я думаю, тебе там нравится. Ты же всех туда водишь. Не понял. Идем? Как скажешь. Вообще-то ты могла бы мне сказать, что собираешься к врачу. Ну, прости, Миша. Ну, так надо показаться кому-то еще. Миша, Александр Ильич один из лучших специалистов. Если он сказал, что все из-за нервного потрясения и что все пройдет, значит, все будет нормально. А-а-а. И потом, ты знаешь, я подумала, мне правда нужно чем-то заняться. Я хочу поступить на экономический. Господи ты боже мой. Зачем? Ну, как? Я хочу серьезно заниматься строинвестом. Ты же поможешь мне, правда? Ну, для этого у тебя нет ни навыков, ни опыта. Вернись в художественное. Ты же хорошо рисуешь, ты это любишь. Да, но я не хочу. Почему? Потому что я не хочу быть одной из тех дур, которые не понимают, какой ценой зарабатываются деньги. Если папа оставил мне эту компанию, значит, он считал, что именно я должна ей заниматься. Я хочу, я сделаю все возможное. Ты что, ты это серьезно? Да. Да ты хоть понимаешь, что ты меня ставишь в глупое положение? Миша, я не понимаю, какое глупое положение? Это будет наша с тобой компания. И мы все будем делать вместе. Вот и все. Оп. Пожалуйста. Спасибо. Хорошо, что Машка этот ужин придумала. И хорошо, что мы пораньше пришли. Наконец-то у нас есть возможность нормально поговорить. Ну да. Дом-то поговорить мой же не может? Нет, не можем. Ведь мы не видимся совсем. Ты уходишь, я еще сплю. Я прихожу, ты уже спишь. Ну, приходи раньше, вот и все. Ну, к сожалению, в Москве все самое интересное начинается только ближе к ночи. А, понятно. Андрюш, я не хочу с тобой ссориться, правда. И я не хочу. Ты мой муж, я тебя люблю. Я хочу, чтобы у тебя все было хорошо. И предпринимаю некоторые шаги в этом направлении. Ну, что ты делаешь с такой лицом? Вот почему мы ссоримся? Потому что у тебя совершенно нет времени на меня. А почему его нет? Потому что все твое время съедает работа. Денег мало, штат расширить нельзя, закупить оборудование нельзя. И, получается, всю работу ты делаешь сам. Видишь, Андрюш, я все понимаю. Послушай, нужно немного потерпеть. Доделываем опыты, опубликуем результаты, и деньги появятся. Нужно просто это все завершить. Все! Ну, а чтобы их завершить, тоже нужны деньги? Ну, это какой-то заколдованный круг, Андрюш. Вот я знаю выход из этой ситуации. И? Андрюш, Свет не сошелся клином на папином институте. Есть и другие места, в которых твоя работа будет достойно поддержана и высокооплачена. Ты сейчас на что намекаешь? А что бы ты сказал, если б тебя пригласили в Штаты? Своя лаборатория, возможность самому набрать сотрудников. Ты бы приехал со своими наработками и продолжил свои эксперименты. Оль, это же предательство от твоего отца. Слушай, у моего отца крепкие связи. Он справится, и потом он простит нас, он меня любит, я у него одна. Слушай, какая же ты гадина, а? Я пошел. О, привет, а ты куда? Ребята, извините, но дружеский ужин не получится. Извините. Андрей! Ты заранее все спланировал? Чего меня-то не предупредил? Мне хотелось сделать сюрприз. Извините, не получилось. Очень приятно. Вон, Ольга, пойдем. Привет. Привет. Ну, а что в этом такого? Ну, что? Грин-карту и гражданство ему сделают на раз. А он в этой тупой зачуханной Москве хочет гониться. За что мне это все? Да не переживай ты так. Может, он еще согласится. Не согласится. А, ну кто-то тебя спрашивает. Слушай, может мне уйти, а? Прекрати. Видишь, человек в каком состоянии? Будет тут состояние. Дом на побережье. Калифорнийский залив. Ну, я же сама, сама все сделала. Ему все принесла. Положила к ногам. Ну вот, наклонись. Ну, наклонись, возьми. Мы не возьмем. Мы гордые. Мы еще и в душу плюнем. Тихо-тихо-тихо-тихо. Хватит, хватит. Хватит, Оля, нам пора домой. Рассчитайте нас, пожалуйста. Спасибо. Нам пора. Но мы же не бросим ее здесь, правда? Конечно, не бросим. Посадим в такси, позвоним Андрею. Маш, человека надо довезти до подъезда. Не хочешь, езжай домой, я отвезу. А, то есть ты один ее повезешь, да? Понятно. Чего тебе понятно, Маш? Делай, что хочешь. А куда она пошла? О, добрый вечер. Добрый. А я вот задержалась, просто результаты серии час назад только пришли. Пришил не откладывать на завтра. А вы чего так поздно? Ну, вот так. Может, чай? Да, не надо. Ну, я, в общем, побегу. Я могу это и дома доделать. То еще на метро опоздаю. До свидания. Пока. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Привет. Привет. Опа. Бодро выглядишь? Да, спасибо. Я думала, меня вообще сюда после вчерашнего не пустят. Да ладно, прекрати. Все было в пределах разума. Спасибо. Да и потом смена другая. Слушай, а ты-то какие метры? Мимо проезжал. Как здоровье твое? Спасибо. Сегодня уже лучше. Да, и спасибо тебе, что позаботился о брошенной женщине. Прямо оброшенной. Что, наш герой не объявился? Не объявится. Первый пойду к нему объясняться. Как мне это уже надоело. Я не понимаю. Ну, вот скажи. Ну, что плохого в том, чтобы отсюда уехать? Я бы не отказался. Да любой, кто хоть чуть-чуть соображает. Ай, да что говорить. Да, собственная лаборатория. Перспективы. Домик на берегу океана. И ведь, главное, ты рядом. Ты что, серьезно? Ладно, я пойду. Убедился, что с тобой все в порядке. И дальше по делам. Пока. Я тебе позвоню. Дин. Спасибо тебе. Да прекрати. Ты же мне не чужой человек. А вы точно уверены? Абсолютно. Срок примерно пять-шесть недель. Вы что, не хотите оставить ребенка? Да нет, не в этом дело. Я... Я просто не готова была и не ожидала, что... Ну, насколько я знаю, вы замужем, и это не первая ваша беременность. Да, у меня есть сын Матвей. Я понимаю, трудно с двумя малышами, но... Да нет, просто... Что? Ничего. Все хорошо. Ну, хорошо. Я выпишу вам направление на анализы. И если вы не против, я бы хотела вести вас дальше. Спасибо. Я с удовольствием. Будем рожать? Будем рожать. Доброе утро. Доброе утро. Я тебя вчера хотела дождаться, но так и не дождалась. Заснула. Можно? Да, конечно. Я развлекал немцев, пришел поздно, решил тебя не беспокоить. Немцам понравилось? Слава богу, все не улетают. Какие планы? Я хотела к папе на кладбище съездить, могилу прибрать. Тебя отвезти? Да нет, я сама справлюсь. Ну, как знаешь. Алло. Миша. Да, секунду. Мне нужно тебе кое-что сказать. Это важно. Вообще-то да. Он до вечера подождет? Подождет. Ну, все, не обижайся. Пока. Алло. Да. Угу. Ладно, что с нашими арендаторами? Как подписали? Ах ты. Галя! Галя! Да. Где факс из области? Какой? Насчет тембера. Сейчас принесу. Витя. Ладно, все. Слушай, завтра утром будь у меня в офисе. Да, есть идея. Давай. Давай. Добрый день. Да, это я. Вы знаете что, давайте через пятнадцать минут на том же самом месте. Договорились? Все, я жду. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сегодня моя жена едет на Таре Куровской. На обратном пути в ее машине должна отказать тормозом. Гонорар? Удваиваю. Утраиваешь и половина вперед. Хорошо, я взорваюсь. Все понятно. ГОВОРИТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ 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 Ольга Забелина. Соединяю. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА А-а-а! Очень рад вас видеть. Добрый день. Ну, надеюсь, у нас хорошие новости? Возможно. Просто нужно кое-что уточнить. Я готов ответить на все ваши вопросы. Видите ли, мой муж начал работать над этой проблемой, которой вы заинтересовались уже давно, несколько лет назад. И работал он не один, а в паре со своим коллегой Дмитрием Ореховым. Но господин Орехов, к сожалению, отошел от научной работы по семейным обстоятельствам. Ну, вы понимаете, у нас здесь за науку совсем не платят. Понимаю. Так вот. Ваше предложение. Оно сделано именно моему мужу? Оно сделано тому, кто сможет предоставить моей ферме полную разработку препарата. То есть, не принципиально. Будет ли это господин Васильев или кто-то другой? В данном случае нас интересует только препарат. Разумеется, его разработчик получит все необходимые условия, чтобы в дальнейшем продолжить научные исследования. Спасибо. Я все поняла. А как с вами связаться? Я буду в Москве еще две недели. Прекрасно. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА 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 СПОКОНАЯ МУЗЫКА СПОКОНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОНАЯ МУЗЫКА СПОКОНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОНАЯ МУЗЫКА СПОКОНАЯ МУЗЫКА СПОКОНАЯ МУЗЫКА СПОКОНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ 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 МУЗЫКА ПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ 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 МУЗЫКА СПОКОНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ 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 МУЗЫКА СПОКОНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ 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 МУЗЫКА СПОКОНАЯ МУЗЫКА СПОКОНАЯНАЯ МУЗЫКА СПОКОНАЯНАЯ МУЗЫКА СПОКОНАЯНАЯ МУЗЫКА СПОКОНАЯНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ 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 МУЗЫКА СПОКОНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ 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 МУЗЫКА